Сегодня я объясню, почему в Америке выгоднее быть демократом, а не республиканцем. В четверг конгрессмен-республиканец Ли Зельдин, слон Галленда, баллотирующийся сейчас губернатором штата Нью-Йорк, выступал с очередной предвыборной речью под Рочестером. Стоя на платформе автоприцепа, Зельдин, 42-летний офицер запаса, одетый в голубую рубашку и светлые брюки, клеймил Нью-Йоркский закон, принятый перед пандемией и отменявший денежный залог, обвиняемым в широком круге преступлений, в результате чего наша судебная система стала еще больше напоминать проходной двор. Зельдин также обрушился на прогрессивного манхэттенского генпрокурора Элвина Брэга, избранного отчасти на деньги валютного спекулянта Джорджа Созерса, который, кстати, сейчас закупает испаноязычные радиостанции, и обещал уволить Брэга в первый же день своего правления. Даже в год, благоприятствующий республиканцам, перед Зельдиным стоит трудная задача. Число зарегистрированных в избиркоме демократов более чем в два раза превышает в Нью-Йорке число республиканцев, а его противница-демократка, нынешний губернатор штата Кэти Хоку, идет на выборы с Монбланом денег. Их у нее так много, что она может позволить себе рекламировать не только свои собственные мероприятия, но и зельдиновские. За несколько часов до выступления Зельдина под Рочестером штаб Хоку разослал пресс-эмейл, в котором сообщилось расписание мероприятий республиканца на ближайшие дни. Чтобы избиратели знали, что за фрукт этот зельдин, в имели он характеризуется как экстремист, который распространяет опасную ложь и дезинформацию и излагает свои ультаправые намерения. Это одна из разновидностей докхинга, то есть обнародование домашних адресов своих политических противников, школ, в которых учатся их дети, мест работы их супругов и прочей частной информации, владение которой облегчает травлю этих людей и их сторонников. Как говорится в поджигательской агитке штаба Хоку, в ходе этого турне Зельдина к нему присоединятся видные противники абортов, энтузиасты Анна Рэй, Национальной стрелковой ассоциации и персонажи из экстремистских организаций. Короче говоря, это приманка для левых хулиганов, уличных демагогов и прочего отребья, которая срывает в США выступления консервативных ораторов и другие мероприятия нашей партии трудящихся, то есть республиканской, которая в данный момент выражает интересы американских рабочих и среднего класса, тогда как демократы сделались выразителями взглядов образованных элит. Пока не ясно, откуда узнал о выступлении Зельдина 43-летний Дэвид Джакубонис, который вдруг забрался к нему на платформу, медленно приблизился к республиканцу и вдруг сделал попытку ткнуть его в шею каким-то острым предметом. Зельдин говорит, что сперва умилился при появлении перед собой грузного мужчины в бейсболке ветерана иракской компании, но когда незваный гость начал неуклюже целиться ему в шею каким-то острым предпособлением, надетым на пальцы правой руки, схватил его за запястье. Джакубонис при этом три раза сказал «You're done! Тебе конец!» Тут на платформу запрыгнули стоявшие поблизости мужчины, которые быстро повалили обоих на пол. Через несколько минут подоспела полиция, нападавшего заковали в наручники и увезли. Окончание завтра. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова